Дорогие друзья, уважаемые ярославцы, совсем немного времени осталось до завершения 2020 года. Он был для нас с вами непростым. Впервые мы столкнулись с таким глобальным вызовом, как пандемия коронавируса, которая повлияла на все сферы нашей жизни. Нам пришлось перестраивать работу многих отраслей, и в первую очередь здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, культуры. Правительство области при поддержке федерального центра оказывало поддержку малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавших отраслей. Общими усилиями мы смогли взять ситуацию под контроль. И сегодня я хочу поблагодарить ярославцев, вневших вклад в дело борьбы с пандемией. Медиков, социальных работников, предпринимателей, волонтеров, всех, кто лечит больных, обеспечивает людей продуктами и лекарствами. Спасибо вам, друзья. Конечно, и в этих условиях жизнь продолжалась. Заключались новые браки, в семьях рождались дети, выпускники школ становились студентами, а студенты оканчивали вузы и начинали трудовую деятельность. Многие ярославцы въехали в новые дома и квартиры, развивались и реконструировались предприятия, строились школы и детские сады, дома и дороги, благоустраивались дворы и парки. Несмотря на трудности, после перерыва продолжили работу учреждения культуры, спортивные секции, туристская сфера. Не сомневаюсь, что наступающий новый 2021 год принесет нам гораздо больше радостных событий. У нас с вами много важных планов. Мы начали строительство в Ярославле крупного волейбольного центра. Уже возведен новый корпус онкологической больницы и предстоит его отделка и оснащение. Региону доверено провести ряд крупных спортивных международных турниров. Продолжится строительство дорог и благоустройство населенных пунктов. Давайте будем работать над воплощением намеченного. Уверен, у нас все получится. Дорогие друзья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Особое поздравление тем, кто и в праздник выполняет свой профессиональный долг, кто дежурит в больницах и на предприятиях, стоит на страже правопорядка и безопасности нашей страны и ее граждан. Давайте вспомним лучшие мгновения уходящего года и пожелаем друг другу счастья в году наступающем. Уважаемые ярославцы, я желаю всем здоровья, благополучия и удачи. Пусть в Новом году в ваших семьях царят мир и согласие. Пусть ваши дети и внуки радуют вас своими успехами. Пусть мирным и солнечным будет небо над головой. С Новым 2021 годом вас, дорогие друзья! С Новым 2021 годом вас, дорогие друзья! Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Всего через несколько минут 2020-й заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас. С тревогами и большими материальными сложностями. С переживаниями. А для кого-то – горькими утратами близких, любимых людей. Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление невзгод. С гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества. С осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми. Дружба и доверие между нами. Этот год мы прошли вместе. С достоинством. Как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности, мужество, отзывчивость и милосердие в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов. На доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг. С благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы. Заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь. Прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное. И по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни. Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это наши дети, еще малыши и уже возрослевшие. Это наши друзья и коллеги. Бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома. Но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное. Все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь. И с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем третьем десятилетии 21 века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах. И уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также они устанно с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб. Наши военнослужащие в горящих точках за рубежами России. Наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью при любых обстоятельствах, находятся на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими. С надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год. Загадать сокровенные желания. Дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом, о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви, как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником, дорогие друзья! С праздником, дорогие друзья! С праздником, дорогие друзья! С праздником, дорогие друзья! Россия! Россия, священная наша держава! Россия, любимая наша страна! Но, Божья моя, великое слава, Твое настояние на земле вела. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз не давать. Греба, Витта Твоя, Отечество наше свободное, Славься, страна, мы градеемся в Тобой. От южных морей до полярного края Раскинут из наших леса и поля. Богна ты по свете, Богна ты такая, Хранимая Богом, родная земля. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз не давать. Греба, Витта Твоя, Отечество наше свободное, Славься, страна, мы градеемся Тобой. Широкий простор для мечты и для жизни, Глянущие нам открывают годы. Как силу дает ваша верность отчизне, Как было, как есть и так будет всегда. Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз не давать. Греба, Витта Твоя, Отечество наше свободное, Славься, страна, мы градеемся Тобой. Греба, Витта Твоя, Отечество наше свободное, Славься, страна, мы градеемся Тобой. Греба, Витта Твоя, Отечество наше свободное, Славься, страна, мы градеемся Тобой.